Привет, друзья, с вами Антонов, это новости ММА. Сегодня в выпуске вы узнаете, что рассказал Хабиб в новом интервью, куда нацелена лига Eagle FC, как выглядит полный карт участников ближайшего турнира UFC, а еще что с другом Хамзата Чимаева Гурамом Кутатыладзе. Будет насыщена, поэтому лайк авансом, а мы начинаем. Хабиб рассказал о своей карьере. Он ответил на вопрос о возвращении в UFC, назвал следующего чемпиона в легком весе и рассказал о последней встрече с Даной Уайтом. Сейчас я сосредоточен на своих проектах, их 4-5. Карьера? Да и на честный. Он придет к журналистам с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится. Мне не нравится подвешенное состояние. Я написал Уайту, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетел в конце февраля. Да и не надо принять какое-то решение, но с любым решением я буду согласен, сказал боец в интервью Матч ТВ. Напомню, что Хабиб объявил о завершении карьеры. В октябре прошлого года, в конце января, Хабиб встречался с Уайтом, который пытался убедить Орла провести еще один поединок. Но тогда они ни к чему такому не пришли. Договорились только о встрече, следующей встрече. Исходя из слов Хабиба, следующая встреча с Даной Уайтом пройдет в Лас-Вегасе в конце февраля. Еще Хабиб заявил, что Дастин Парье заслуживает быть чемпионом. Послушайте его слова. Я считаю, что сейчас Дастин Парье заслуживает быть чемпионом. Это мое личное мнение. Посмотрите на тех бойцов, с кем он бился. Это Эдель Варес, Энтони Пэттис, Макс Холуэй, со мной Билсой, с Коннором. Это все топовые бойцы, которые в будущем, может быть, даже войдут в зал славы UFC. В легком весе появится интрига, как только они определят, кто будет драться за пояс. Сейчас он в застывшем состоянии. Непонятно, что Уайт задумал. Я думаю, летом в этом весе будет жарко. Он наберет новые обороты. Идут новые бойцы, более молодые, сказал Хабиб. Он все еще сохраняет за собой чемпионский титул. Хабиб хочет вывести Лигу Игл FC на международный уровень. Шамиль Завуров рассказал о планах развития. У нас очень плотный график на этот год. Много боев и турниров. Несмотря на последствия пандемии, мы продолжаем развиваться. Шамиль добавил, что скоро Лига выйдет на мировой уровень. Мы планируем устраивать турниры и в США, и в Западной Европе, как только все уляжется с коронавирусом. Выйдем на американский рынок, сказал Завуров. Лига ИФС принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Чемпион UFC выкупил промоушен Gorilla Fighting Championship в ноябре 2020. Заплатил за сделку 1 миллион долларов, а после переименовал в Eagle Fighting Championship. Турнир Игл FC пройдет в Москве сегодня, 9 февраля. Руслан Цариев успешно сделал вес и готов оспорить титул чемпиона ЕФС в налегчайшем весе. На своей странице в Инстаграм команда казахстанского файтера сообщила о том, что боец готов выйти в октагон против Мансура Малачиева. Их поединок станет со главным событием вечера. Отмечу, что на турнире также выступят казахстанцы Жасулан Акимжан, который сразится с Олегом Петеримовым, и Исатай Тимиров, которому будет противостоять Расул Маммаев. Титульным поединком станет встреча между таджикистанцем Фаридуном Адиловым и россиянином Сергеем Калининым. Фаридун Адилов оставил пояс тяжеловеса и ушел в средний вес, где его и ждет встреча с действующим чемпионом из России. Мечта любого спортсмена завоевать пояс, радовать своих родителей, свой народ, заявил перед боем Фаридун. Все участники усиленно готовятся к поединкам. Для каждого из них победа – это возможный билет в UFC. Опубликован файт-карт турнира UFC 258, который состоится 13 февраля. В ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе, Невада, США, пройдет турнир UFC 258. Главным событием станет бой в полусреднем весе между чемпионом Камаро Усманом и Гилбертом Бернсом. Рекорд Усмана – 17 побед, 1 поражение. Под баннером UFC у него 12 боев, и во всех он праздновал победы. Для Усмана это будет уже третья защита титула. У Бернса 19 побед и 3 поражения. Он идет на серии из 6 побед. Бернс сильно улучшился за последние несколько лет, но этот бой может пройти по той же схеме, что его поражение в UFC 2016 от Мишеля Прозайреса, у которого стиль похожий на стиль Усмана. Всего на турнире запланировано 12 пар. Вот как выглядит полный карта турнира. Стало известно, что Гурам Кутателадзе не сможет принять участие в UFC Fight Night Эдвардс против Чимаева 13 марта. Гурам должен был встретиться с Доном Мэджем, но, как сообщают источники, он вынужден был отменить бой из-за травмы Мениска. В социальных сетях Кутателадзе сообщил, что ему только что сделали операцию, и он надеется вернуться в ближайшее время. Все в порядке, теперь важен только отдых и восстановление. Скоро вернусь к тренировкам и подготовке. Я надеюсь, что скоро снова будет бой. Спасибо всем за поддержку. Пока не ясно, будет ли у боя Гурама и Мэджа новая дата, или UFC найдут нового соперника. Друзья, это были главные новости на эту минуту. Спасибо большое, вы самые лучшие мои зрители. Стараюсь для вас. А следующий выпуск будет еще интереснее. Всем удачи, хорошего настроения и до скорого.